приветствую всех любителей винограда а также своих подписчиков меня зовут юрий стражев и канал виноград лично сегодня друзья уже 12 июля практически середина лета и погодные условия нас опять не радует две недели там постояла почти две недели теплая жаркая погода комфорта для винограда и сейчас опять вот захолодало буквально уже третья ночь квадрат температура ночная опускается ниже плюс 10 градусов плюс 8 плюс 9 сейчас уже сегодняшняя ночь где-то с трех или четырех утра уже идет дождь то есть паспурно мокро сыро противно но я еще успел сделать в профилактическую обработку после цветения когда уже вот ягода с коров получается это четыре дня назад я сделал обработку от комплексного от аидзиума я применял фалькон от мильдзю я понимал при ними менял инфинита и еще добавил сюда от гнили свитч и плюс от стрессовых от стресса я добавил еще мегафол друзья перед этим я прошелся убрался пасынки убрал все усы и сделал вот профилактическую обработку системными препаратами потому что передавали похолодание передавали дождливую походу и кто еще не успел сделать тоже как бы советую рекомендую сделать профилактическую обработку обязательно от болезни сейчас у нас опять же дожди и показывает на целую неделю дождь и понижение температуры и надо найти такое окошечко чтобы хотя бы три-четыре часа было без дождя и пройти системными препаратами которые есть у вас также друзья вместе с пасынками попадаются на старые древесины древесине опять побежики и замещающих скорее всего почек вот видите он желтенький такой солнце не хватает вот он там растет вот его тоже удалять он лично тянет питание на себя вот еще один со старой древесины тоже идет побежек вот видите он уже как бы никчемный с него толку никакого не будет произошло немножко осыпания ягод практически на всех сортах я думаю что как и в прошлом году на юпитере опять же также серая гниль немножко попала но суть по погоде этого года это друзья только идет на плюс на хороший плюс потому что нагрузку давать в этом году моих условиях на западе белоруссии это бессмысленно потому что созревание отстает очень большое и при таких погодных условиях как сейчас вероятность созревания будет немножко уменьшаться вот видите вот там он сухой это серый огниль отсохли после цветения ягодки и вот они сейчас засохли осыпется можно конечно пройтись руками потом почистить ягодку ну так они сами отвалится опять же скажу это с одной стороны на этот год даже очень хорошо когда ягодка редкая ягодка на грозди она сто процентов созреет и нормировать практически я ничего не буду единственно там посмотрю чарли он у меня хорошо выбросился цвете нужно его про нормировать по молодым кустам друзья после того как произошла подкормка травяным настоем на основе крапивы как видите пошли в ростные побеги вот уже от земли до 2 проволоки это 60 и 30 90 сантиметров идет рост то есть это даже очень очень хорошо выровнялся мой клубничные помните я показывал что листья были такие деформированные непонятные здесь был побег я его удалил который вообще страшно страшно вот выбросился цвете отцвел клубничный неплохо все хорошо и вот уже выранились листики ровненькие и побеги до воли метра около трех уже выросли вот те две недели которые была хорошая устойчивая погода теплая то вот они и помогло подняться вот даже здесь в тепличке тоже видится вот уже дорастает первую шпалерную проволоку вот идет развитие по теплице друзья еще и не накрыл честно скажу не хватает на все времени не хватает рук с виноградом очень много работы нужно подвязывать убирать пасынки убирать усы потеплите еще расскажу да немножко продвигается вот наварил я уже здесь вот трубы дополнительные здесь в центре будет у меня такая продуха а вот досюда до этой трубы будет исти как и вернее прикрепляться пленочка вот торцы брел трубы просверлил потихоньку работа движется но не настолько близко вернее настолько быстро как бы хотелось так по винограднику основному как я уже говорил прошлые разы что отбивает в основном из головы куста мой виноградник есть будут конечно гроздочки но не в таком большом количестве так что еще вам сказать по болезням друзья опять же своевременно делается от болезни все как бы неплохо бледненькие листики у меня это на ливии они каждый год у меня такие поэтому я уже не обращаю на него внимание раньше там что-то пытался и микроэлементами теме тем пробовать но как-то он меня слабо реагирует комплексные микроэлементы микро макро я добавляю все и поэтому так вот выглядит именно ливия вот хочу вам показать какая нагрузка у чарли то есть неплохая пройдет дождик я потом его пронармирую потому что я думаю что он не притянет потому что этот сорт относится за 120 дней моих условиях срок созревания и глаза то вызрит сто процентов а ягода сахар может и не набрать а те сорта друзья которые срок созревания до 100 дней можете смело так и можно сказать и пригрузить потому что они думаю что в наших условиях они должны хорошо созреть а те сорта которые больше 120 дней оставляется нагрузочку 1 лоза 1 гроздь те сорта или формы у которых больше 130 дней 125 130 то советую наверное в этом году нагрузку 2 лозы 1 гроздь чтобы вытянула капитально созревание ягоды и созревание лозы мираж киш-миш-русбол тоже неплох в этом году вот я его пока оставил он попадает как бы в теплицу видите сами нагрузка здесь отличная хорошая как бы он меня не торчит моих условиях хорошо тоже произошло немножко сыпания ну пока 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 неплохо там дальше магдальский тоже хорошо немножко сыпанул не страшно единственно что подозреваю может быть с горошением пройти произойти горошение ягод и также друзья подтянулась моя школочка некоторые то конечно и слабенькие некоторые а уже есть которые довольно неплохие опять же этот год все нестандартно все нестандартно холодно и как будет дальше даже и не знаю что предположить но думаю что хорошей погоды теплой может у нас уже моих условиях и не будет такой погоды на улице что делать да ничего вот дождь капает ничего не сделаешь а можно заняться все конечно кого есть это поработать теплицы вот я из бочки воду забираю и когда идут дожди и проливаю теплица чтобы влага была так я теплицу не поливаю абсолютно только вот когда идут дожди неудобно шланг я бросил и все шланга вода стекает вот так друзья в тепличке на данный момент у меня выглядит супер экстра все очень хорошо нагрузка у нее неплохая я уже ее отчеканил один раз потому что побеги перенесли и сегодня завтра займусь я почищу ягодку поубираю все вот эти вот не плохо пыленые ягодки мелкие мусор вот этот вот и по удаляю нижние два листика потому что теплица влажность тут есть нужно максимально сделать проветривание для ягод солнцем она не выгорит бояться не нечего поликарбонат не пропустит такое солнце чтобы уже ягода сгорела вот друзья на данный момент так выглядит мой виноградник что на улице виноградник подрос заметно ну и что в теплице вот опыление произошло ягодки набирают размер это радует болезни пока я не наблюдаю нигде свое время на дело обработки и все будет хорошо надеюсь на улучшение все-таки погодных условий чтоб как-то как-то потянуть ягоду потянуть лозу потянуть молодняк вот друзья все что я хотел рассказать в этом ролике сделать обязательно обработку после цветения в стадии гороха иначе при таких особое внимание обратите на мельдию сейчас идут дожди если наступит еще тепло вспышка мельдию будет стопроцентная и обязательно пройдитесь по ягоде от гнили например свечу на этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки всем здоровья мира и добра